Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Надежде Георгиевне незначительно лучше. Дышит уже сама без ИВЛ, но по-прежнему через страхиостомическую трубку. Она в сознании и жалоб не предъявляет, общается жестами и сегодня явно не в очень хорошем настроении. Температура пониженная 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует, сообщил представитель частной клиники, где находится Бабкина, в беседе с журналистами. Доктор добавил, что Надежда Георгиевна продолжает находиться под капельницей, ее пичкают антибиотиками в надежде, что болезнь отступит. Несмотря на некоторые улучшения, самостоятельно питаться Бабкина до сих пор не может. Ее кормят через зонт. Вчера наблюдающие артистку специалисты получили результаты анализа крови. Они вызывают опасения. Ряд показателей сильно повышен. Тем не менее, медики по-прежнему добиваются возвращения Бабкиной к нормальной жизни, сообщает издание StarHit. К слову, блогер Лена Миро раскритиковала тяжелобольную Надежду Бабкину за стремление оказаться моложе. Это довело певицу до больницы. В это время ее моложавый супруг страдает, потому что ему не у кого подстричь свои волосы. Неделя в медикаментозной коме, теперь вот пампер, зонт, неспособность говорить и Альфонс, интересующийся, где бы ему подстричься, сообщила Миро. Елена сообщает, что Бабкина незадолго до своего юбилея легла в очередной раз под нож пластического хирурга и похудела на 23 килограмма. «Публициста осудила такое массовое стремление выглядеть сексуально и молодиться для того, кому все равно. Чтобы какой-то ленивый с замиранием сердца ждал, когда ты сыграешь в ящик, и был озабочен состоянием шевелюры в момент, когда ты пытаешься тупо не сдохнуть», – в недоумении восклицает блогер. Мироненко уверена, что если бы Бабкина подумала в первую очередь о себе и не изводила себя диетами и операциями, то ее состояние не было бы таким критическим. Добавим, что в больнице находится и коллега-артистки по программе «Модный приговор» Александр Васильев. Его положили в другое учреждение, в профильную коммунарку, неделю назад. Историк моды находится в гораздо более приятном состоянии, однако говорит, что назначенное ему лечение обладает дурманящими свойствами.